МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский, в студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде назвали причины отсутствия отопления. Аким района имени Казбекби заявила, что ремонтные работы ведутся круглосуточно. Предприниматели Караганды не спешат исправлять ошибки на баннерах. В Караганде прошел рейд по выявлению орфографических ошибок на рекламных счетах. В карагандинских колледжах появятся новые учебники на государственном языке. Минувшую пятницу состоялась презентация книг в рамках проекта 100 новых учебников. Отопительный сезон в Казбекбийском районе Караганды начался не без проблем. Аварии на теплотрассах, запоздалые ремонты в квартирах, а также отсутствие органов управления домов. Вот основные причины, по которым карагандинцы до сих пор не получают тепло. 84 многоэтажных дома Казбекбийского района Караганды не получают тепло по вине услугодателя. 48 домов не подключены к отоплению по вине КСК. Если теплотранзит обещает устранить свои неполадки в считанные дни, то в самих домах дела обстоят не лучшим образом. К примеру, в одном из домов только сегодня начали менять трубы. В подвальных помещениях меняются трубы. Например, КСК «Дружба», Муканово-17. Полностью трубы сняли. Долгомысов, председатель КСК, не готов дом. Вот мы сейчас подключаемся, аппарат Акима района. Провели общее собрание. Сейчас в срочном порядке. Обеспечиваем подготовку и запуск, чтобы люди не остались без тепла. Встречу с журналистами Аким района назначила возле дома номер 48 по улице Крылова. И это не случайно. 30 сентября здесь произошел порыв трубопровода. В результате чего несколько домов остались без отопления. На ликвидацию аварии ушло 5 дней. Из-за того, что дефект образовался в месте прохождения значительного количества электрических кабелей, пришлось разрабатывать грунт, в основном вручную. Поэтому немного затянулись сроки устранения дефекта. 5 числа нами дефект был устранен. И в 21.00 подано теплоснабжение в данную коробку. Есть и еще одна причина, по которой многоэтажные жилые дома могут остаться без отопления. Это нерадивые жильцы, которым вздумалось заниматься ремонтом именно сейчас. Очень сейчас много моментов, когда люди, наши жильцы, начинают ремонты в октябре. Я хочу привести конкретные факты. Нуркена Абзирова, 15. Квартира 247. Именно сейчас замена проведения ремонтных работ. Также, хочу сказать, у нас сейчас идет по Ермекова, по Ермекова 14, также идет в нескольких квартирах, в нескольких квартирах идет сейчас ремонт. И таких квартир предостаточно, заявила Аким. Татьяна Шатохина также отметила, что проблемы с качеством теплоснабжения чаще всего возникают в домах без органов управления. Таких в районе 127. Прошлой зимой именно от жильцов этих домов в диспетчерскую службу поступило около 500 обращений по поводу некачественного теплоснабжения. Андрей Тензо, Суламы Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Закон о статусе педагога карагандинские учителя называют главным подарком к профессиональному празднику. Этот законопроект – логическое продолжение реформ, которые уже несколько лет проходят в сфере образования, заявляют преподаватели. О разработке нового закона, который должен защитить учителей от ненужных проверок и лишних нагрузок, заявил президент в своем послании, с которым он выступил 5 октября. Президент Казахстана отметил, что у учителей слишком большая загруженность. Педагоги страны слишком много времени уделяют посторонним поручениям, которые не связаны с их прямыми обязанностями. Карагандинские учителя уже назвали новый закон главным подарком к профессиональному празднику. В каждом, наверное, послании, зная, что именно эта сфера стратегическая, уделяет внимание и говорит. В этом послании он еще раз подчеркнул, что за три года мы должны довести финансирование сферы образования 10% от ВВП. То есть, конечно, это вот сейчас, когда я говорю, 99,9 миллиарда тенге составляет бюджет образования области. И это насколько нужно знать эту сферу и глубоко думать о будущем нашего государства. И вот президент, конечно, это большой подарок, наверное, в канун профессионального праздника учителям. Предприниматели Караганды не спешат исправлять ошибки на баннерах. В Караганде прошел рейд по выявлению орфографических ошибок на рекламных счетах. Специалисты отдела культуры и развития языков провели проверку на городских улицах. Всего они обошли около 10 объектов. В наше время реклама является несомненным двигателем прогресса. Но все большее возмущение у жителей города вызывает грубые ошибки в вывесках на зданиях и рекламных баннерах. А некоторые неправильные переводы и вовсе доходят до абсурда. Немало и тех, кто халатно относится к надписям на государственном языке. Я часто замечаю, что на магазинах и торговых домах надписи только на русском языке. Так как мы живем в Казахстане, каждый рекламодатель должен думать сперва о государственном, а потом уже и других языках. Все должны придерживаться закона, будь это государственные или частные учреждения. В ходе рейда специалисты обнаружили некоторые нарушения закона по статье 21, касающиеся реквизитов и визуальной информации. В Казахстане, согласно предписаниям в Кодексе об административных нарушениях, за такие нарушения только предупреждают. Но штрафов за неграмотность не предусмотрена. В текущем году, согласно плану, мы на 29 улицах провели разъяснительные работы. В неделю два раза проводим на рейды по всему городу. Число проверенных нами объектов до сегодняшнего дня составляет 45%. Мы намерены и дальше продолжать работу в Пришахтинске. С начала года по городу были проведены рейдовые работы в 127 объектах. Напомним, на сайте отдела культуры и развития языков действуют телефоны доверия. Каждый гражданин, заметив ошибки на вывесках, имеет возможность позвонить и сообщить об этом. Мольдзи Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первые Карагандинские. Быть эффективными призвали представители общественных советов и местного самоуправления городов и районов Карагандинской области. В Доме дружбы состоялся специальный семинар-тренинг. Мы должны быть оперативными, как я вам сейчас говорила. И главное, мы должны быть эффективными, чтобы был эффект от нашей работы. Вот и все. Быть эффективными, независимыми и мобильными призвали представители общественных советов и местного самоуправления городов и районов Карагандинской области. Целью семинара-тренинга стало обсуждение актуальных вопросов по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности общественных советов, повышение их роли и значения в развитии гражданского общества. Мы сегодня с коллегами из Караганды попытаемся продумать, почему вообще, зачем были созданы общественные советы, потому что, к сожалению, я думаю, что не все понимают на самом деле истинную задачу этой институции. Например, чем она отличается от маслехата, чем функционал общественных советов отличается от функций маслехата. То есть, как взаимодействовать с организациями гражданского общества, как эффективно взаимодействовать с прессой, как делать свою работу открытой, как осуществлять инструменты общественного мониторинга, общественной экспертизы и общественного аудита. В работе семинара приняли участие представители исполнительных органов власти, общественных советов и органов местного самоуправления городов и районов. В качестве экспертов приняли участие руководители общественных фондов и государственных учреждений. Ну и конечно же в каждом городе, районе общественные советы работают, но поделиться опытом. Такая хорошая сегодня площадка для того, чтобы мы могли высказать свое мнение, рассказать о своих трудностях, поделиться опытом и в то же время получить какие-то новые знания, то, как работают в других городах, областях. Участникам рассказали об основных подходах по развитию местного самоуправления, поведали о нормативно-правовых аспектах законодательства, об общественных советах. В заключение участникам семинара вручили сертификаты. В карагандинских колледжах появятся новые учебники на государственном языке. Минувшую пятницу состоялась презентация книг в рамках проекта «100 новых учебников». Мероприятие прошло с участием руководителя областного управления образованием и директоров колледжей. Перевод бестселлеров, ведущих изданий мира, позволит казахстанским студентам получить престижное образование наравне с их зарубежными сверстниками. Президент Нурсултан Азарбаев не раз подчеркивал важность обеспечения учебных заведений качественными учебниками, отвечающими мировым стандартам. Благодаря инициативе главы государства у молодежи появилась возможность познакомиться с трудами по психологии, культуроведению, менеджменту философии и другим дисциплинам на родном казахском языке. На каждый колледж экземпляров 17, но мы сейчас, потому что за короткое время невозможно очень много издать, поэтому мы сейчас как бы сделали затрафу. Каждый колледж получает 17 экземпляров, это впервые изданные учебники, но в дальнейшем, мы говорили, уже 100 учебников будет. На презентации вниманию сотрудников образования были представлены 18 учебников, переведенных на казахский язык. Комплекты данных учебников будут переданы 40 колледжам области. Чтобы наша казахстанская молодежь была приспособлена к глобальной конкуренции и пользовалась спросом, она должна получить должное образование. Это возможно благодаря таким проектам, как 100 новых учебников. Эти учебники откроют новые возможности нашим студентам. Стоит отметить, что в ближайшем будущем на государственный язык будут переведены 100 учебников. Напомним, реализация проекта 100 новых учебников осуществляется благодаря Национальному бюро переводов. Оно приступило к работе с лета 2017 года. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцам разъяснили правила осуществления государственных закупок. Семинар был организован управлением по вопросам молодежной политики. В роли лекторов выступили специалисты Центра электронной коммерции. Современная экономика предоставляет возможность всем желающим выйти на большой и разноплановый рынок госзаказа. Однако не все знают, как сделать это успешно. В связи с этим для руководителей неправительственных организаций и специалистов молодежных ресурсных центров Карагандинской области был организован данный семинар. Рассказывает руководитель управления по вопросам молодежной политики Мирас Хоттебай. В 2018 году мы провели анализ по проведенным нашим конкурсам. И в основном только 10% прошли по итогам конкурса. Вопрос стоит, почему? Потому что они не знают именно новые правила государственных социальных заказов. И цель наша – это обучить наших неправительственных организаций и директоров центров молодежных ресурсных центров. Большую часть участников составили руководители молодежных неправительственных организаций. Таких в области около 80. Эксперты рассказали им о сферах, которые предназначены только для неправительственных организаций. Также специалисты центра электронной коммерции отметили, что сделают акцент на самых распространенных ошибках участников госзакупок. Мы сегодня будем акцент делать на типичных ошибках, которые бывают в данной сфере. Для неправительственных организаций, то есть участие в их закупках, определен конкретный способ. То есть это конкурс по государственным закупкам услуг, государственного социального заказа, в которых участвуют только неправительственные организации. То есть только данная категория потенциальных поставщиков имеет право участвовать в таких закупках. Семинар состоял из четырех модулей. Участникам рассказали об изменениях в законодательстве, организации и контроле в сфере госзакупок и о правилах осуществления электронных госзакупок. По окончанию каждый участник получит сертификат. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинским школьникам рассказали о важности укрепления ментального здоровья. В школе номер 48 состоялась лекция, приуроченная к Всемирному дню психического здоровья. Любой специалист подтвердит, что психическое здоровье требует такого же внимания, как и физическое. Ведь одна только депрессия предрасполагает к инфаркту миокарда, диабету и множеству других заболеваний. Поэтому в последние годы Управление здравоохранения ведет активную работу в области охраны психического здоровья. Важную работу, начиная со школьников. Очередную лекцию приурочили к Всемирному дню психического здоровья. Это мероприятие ко дню психического здоровья. Это 10 октября. И во всех школах города Караганды, а также в городе Балхаз, Жисказган и в районных центрах проводятся такие лекции. Ученики среднеобщеобразовательной школы номер 48 признали, что узнали много нового и полезного. Подросткам рассказали, как бороться с плохим настроением и любыми предпосылками депрессии. Да, мне понравилось. Я понял, что стрессом подвержены большинством подростков в наше время. И что со стрессом можно легко бороться. Я посоветовал не самому внушать себе, что все плохо. И самому справляться. То есть справляться можно с помощью книги, музыки. Примечательно, что подобные поучительные лекции прошли и в других школах города. Также различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, проводятся и в других регионах. Тохжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Абонсо Болымстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова